Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Сегодня суббота, 26 декабря, 15-го года. Я всего удивляюсь, как у меня график передвинулся на полтора часа, которые мне нужно каждое утро, чтобы когда вы проснетесь, а я лег-то раньше, чтобы привести в порядок, что в интернете есть. Ну, маленько так разошел, много очень сведений, и вот теперь уже мы помолились, и сразу приступаем. Считай. Номер 14. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 26 декабря, 15-го года. Все более популярным становится эта тема, а предложили мне неизвестные люди, Колесников и Николай, и Анна, где-то хоть бы раз они вышли после этого. Ну, вот так. Теперь я говорю, чтобы все заходили на наш форум, потому что вот здесь что известно? Прочитай. Вопросы, передаваемые мне в ВКонтакте, одноклассников, из других ресурсов, администраторами и модераторами на наш форум. А потом возвращаемые ответы к вопрошателям. Теперь видны на нашем видеоканале. Видеоканале. Вот на этом канале я покажу, а потом покажу, и где форум. Зарегистрироваться и на нем задавать вопросы. Мне удобнее здесь. И отвечать там я не буду. Просто беру вопросы, отвечаю здесь. Ну, а там так редко отвечаю, потому что я все равно здесь отвечу. И вот так оно будет. Ставлю только число и дальше. Но вчера, сказать, теперь это утро уже, я подбиваю итог за день. Коля Романов, а как вам присоединиться? Вот так. Как это говорит Екатерина, она немка, говорит, писала слово «ЕЩЁ». Три ошибки или четыре в этом «ЕЩЁ», в трех буквах. Она «ИСЧЁ». Ну, это понятно, она не русская, но это тоже, может быть, присоединиться к нам. Как? Я не понял вопрос, куда к нам присоединиться. Вот выйдешь во двор, звезды. А вот это называется виртуальный мир. Злятся по-серьезному, угрожают, а никого нигде нет. Нету никого. Ты один здесь, погода, падает снег. И на полном серьезе. Когда рядом был сосед, ну, злиться какой-то. Ну, Иванович с Иваном Никипором, в общем-то, спорили у Гоголя-то. А они рядом были. Они могли поросенка назвать именем соседа, чтобы досадить ему. Здесь нет никого. Ну, пустое все. Другое дело, новое сообщение, узнать где-то. Ну, взаимоотношения такие, чтобы они приравнивались, как в онлайне называют, лично. Ну, это несерьезно просто. Правда, иногда так бывает. Одни что-то там распорили, а оказалось, живут рядом. Он говорит, а выйди поговорим. Вышел. И он сразу его зарезал. Зарезал. Это не игра. Вот это злиться-то. Зло выборочно не бывает. Если ты здесь злишься, рано или поздно ты бросишься дальше. Вот сегодня мне как раз это и показали на одного человека. Тут какой-то из Кызыла. Там Антон. Он уже бросается на других. По-другому не может быть. Зло выборочно не бывает. Вспомните этого Сарионова, Митю. Вот там его НТ он себя называл-то. В конце концов, он кидаться начал на всех. Это же самое, когда доказать нечего, кидаться, драться. Это вот у Жириновского, особенно ярко выражено, у Стерлигова. Ничего. Все равно достигнет где-то апопагея и нитка оборвется. Последний килограмм будет навешано гнева божьего. Ну и дальше. Юрий Соболев. Ну я, который не знаю, еще повторю. Город Красноярск. Он преподаватель государственного университета, академии. И ведет катехизаторские курсы при епархии Московского патриархата. Вот. Познакомились через Андрея Кураева. Тут обо мне где-то сказал. Назвал меня самым выдающимся миссионером. Вот. Он начал искать. Выписал все книги мои, купил. Ну и теперь вот мы уже больше года знакомы. Мир вам, Игнатий Тихонович. Хороший ролик с Сергеем Ильиным. Мне нравятся ваши беседы с ним. Его слова, сказанные вам, заставили меня более серьезно отнестись к тому, что возможно и впрямь мы можем в скором времени попрощаться навсегда. То есть он Сергей из Санкт-Петербурга. И он говорит о том, что я написал письмо президенту Путину Владимиру Владимировичу, патриарху Кириллу Гундяеву о том, что вы помогли мне выехать через Турцию в Сирию в ИГИЛ. Террористам. У меня особая программа. И так они убьют сразу. Ну я знаю, на что иду. Мне не 15 лет. Мне играть нечем. Я молюсь, и у меня побуждение к этому. То есть настолько у меня необычная программа, что я никому не говорю. Ясное дело. Я подхожу по всем параметрам. Главное это возраст. Я не могу быть террористом. Дальше. Что вижу, я не скажу. И они могут по интернету посмотреть. Мои хорошие отношения еще с предков были, с мусульманами, с муслимами. С деда, которые только остались. Очень хорошие. Не потому что, но именно конкретно к мусульманам. А мои прародители, они бежали от Никоновской реформы. И здесь они были. Эти люди очень мужественные, крепкие в вере. И они ко всем расположены. Гонителям своим. То есть это выковалось целое поколение. Я родился в этой среде. Ну и видимо что-то остается. И вот я когда говорил это, а его это заинтересовало. Он прямо по-серьезному. Бог может все. Но если так случится, что вам дадут возможность выехать туда. Мне кажется, обратно вряд ли вы вернетесь. И что и как с вами случится там, мы тоже вряд ли узнаем. Это тоже действительно. Если бы они что-то сделают, то бывает и выставляют в интернет. Нет, а по житиям святых известно. Когда увидели гонители, что христиане чтут своих убитых. То они стали заводить их где-то из-за какое-то преступление якобы, как преступников. Голову отрезали, забрасывали, забросили. Она там повисла. Но верующие как-то догадывались. Пришли туда. А ворон каркает, охраняет голову. Не поклевали. Тогда гонители по-другому стали. Ну главное-то не ноги выкупить, а голову. Тогда голову взвешивали. Сколько весит, вот столько золота, чтобы дали. Верующие собирали и давали. А другие приходили, там кто охранники, а он везет на осле вино. Ну и вино, но они отнять-то не могут. А он начинает их с паилых, а сам взвалил этот труп и увез. А в сенте. Ну там в житиях разные случаи бывают. И вот он говорит, и ничего не узнаешь дальше. Еще подумалось о том, что если все так и произойдет, то это будет одним из самых ярких подвигов поднижничества и мученичества в новейшую историю христианства. Видишь уже куда пошел, разговоры-то куда идут. Я этого ничего не знаю, не ищу. У меня задача, я молюсь об этом Игиле. Молюсь. Молюсь об Эрдогене. Ну, просто мне на сердце положено, молюсь о них. О Рамзане Кадырове, чтобы не было покушения о своих президентах. У меня наполнена молитва по разным категориям. Так. Сразу будут готовить канонизацию. Канонизацию будут готовить. Второе. Обретать мощи. Мощи, а их нет нигде. Издавать книги. Ну, это как удастся. Писать иконы и житие. Вот так. Томский Иерей начнет восстанавливать свои видеобеседы с вами. А это уже точно. И выкладывать на свои страницы. Патриарх приедет на ползуново 6 для совершения крестного хода и прочее. Вот уже какая будет. Как что? Ну, это так. Я хотел показать, если кто найдет, что-то у меня вчера не получилось. Есть такая газета, там, Штиль, Штильман или как его называют, Александр, Черная сотня. И там, ну, надо просто открыть, вот я после поищу, я тебе сейчас забыл сказать, ты бы нашел где это. И наши, видимо, модераторы дали им знать, что мы открыли сайт. Это несколько лет назад было. И тот говорит, какая-то, что-то там такое, это мутный такой сайт. Библию называют святой. Я такого не слыхал никогда. А тот говорит, а это еговистский жид. Еговистский жид. Ну, не видно, что никак. Совсем-то. И тогда заходит один священник, Сергий. Я его не знаю, потом я узнал, он очень известный. Он в миссии патриархии за границей. Вот так. И он говорит, послушайте, а вы, если имеете детей, ваши дети ходят, там, в воскресную школу, да. А про ворамы слышали? Ну, да, так это в Библии написано. Ну, и дальше по порядку все поясняют. Но и потом слышали, это так, это в Библии написано. Игнатий не зря сказал, говорит, нападает на меня. Библию не знает, я сразу понял, говорит, это православная. То есть, по какому качеству можно определить, кто нападает. Библию не знают совершенно. И он тогда говорит. Вот, вы считали такое, Игнатий? Нет. Считали такое? Нет. Поверьте мне, не пройдет, говорит, 50 лет, а это несколько лет назад еще. Даже меньше, говорит. И вот, как он живет, если только он не сдуется, говорит. То есть, не закиснет старик-то, это я вам определенно говорю, и его будут канонизировать. Книги его перетрясут, где он говорил там, сурово там с патриархией выкинуть, а остальное все уже понятно, наезженная дорога. И те все замолкли. То есть, мне со всех сторон грозят, кто чем. Кто одним, кто выше, кто ниже. Дальше. Я это говорю безо всякой иронии. Просто так нарисовалась картинка воображений. Но остается за скобками сам ваш подвиг. Он будет открыт лишь Христу. А то, что за этим последует, настолько ничтожно и бессмысленно в сравнении с проникновением ума и духа в мотив вашего поступка и его осознания, если это возможно. Истинно так. Кому бы я не говорил, даже так на ухо, какая у меня программа, если бы я туда проехал, мне разрешили, главное, Турцию проехать. А там коридор в этот уже можно было бы. Там все это отберут. Но я бы попросился, чтобы дали со мной человека. Потому что и возраст мой, он уже просится со мной, уже этот человек. То мы могли вполне встретиться. Потому что немецкий журналист один только был такой. Он заранее переписывался. Поехал с сыном и оба вернулись живые. Другой фильм показывает. Там пираты где. Самое главное пиратское гнездо. Где-то в Мали или где-то в Государственной. И проник туда. В Сомали, кажется, что-то такое. И пробыл, и все записал. И с аппаратами шел, и снимал, и брал интервью. Видимо, где-то платил. Было что-то. И вернулся. Майкл Вуд такой, который проехал по пути Александра Бакедонского. И как он встречается. Много здесь есть. Какие люди интересные есть. Мне ничего этого не надо. А одно то, что я должен быть рядом с ними. Больше ничего нет. Попросил бы, как Исфирь, место для моления. И все. А говорить, когда с кем? Только с теми, кто они разрешат. Сами. Нигде бы я не нарушил их. Не нарушил. Тем более, я знаю ислам. Нигде не нарушаю. Ни в питье. Ни в еде. То есть, подходящая кандидатура. Просто не только трудно, а может даже невозможно найти. Я знаю Коран. Знаю Священное Писание. Отношения хорошие. Мусульман ко мне прекрасные отношения. А почему вам не воспользуются мною? Я говорю, что слова Евангелия, они действуют сильнее, чем эти управляемые, мощные ракеты, бомбардировщики-то. Ну, с уведомлением послали, ничего нет. Тут два. Или разрешат, или в дурдом отправят, мне говорят. Другого тебе пути нет, говорит старик. Дальше. Я мыслю так же, как и брат Сергей. Меркантильно. Мне очень не хочется нашего расставания. Сергей Ильин, в основном Панербурге. Но молюсь я и о воле Божией, и его промысла на ваш замысел. Да. Храни вас Бог, Игнатий Тихонович. Чем больше человек старается следовать букве Слова Божия, тем больше он отличается от мира. А эти как, буквы даже, буквы, а уже буквы-то нет, так и духа нет никакого. Буквы убивают. Буквы убивают, и все спрятались, буквы не надо. Тысячу лет Евангелия в руки не давали русские, а буквы-то убивают, как бы не убило. А то, что все друг к другу воюют, в каждую дыру лезли, везде хватали Польшу, Порт-Артур, и Аляску, и Финляндию. Это нормально все. Это, представь, как это, лопнуло чрево, все расселось. И Россию раздробят на мелкие кусочки, если будем грешить. Не нам считать, что Богоизбранный Израиль был раздроблен над Богосударством и в плен пошел. У Бога-то все много дальше. Никакой мистики. На уровне инструкции предложить задание. Создать образ человека, христианина, на основе требований Библии. Этот образ не будет соответствовать Христу, ибо он невместим во все книги мира, но будет очень близок к образу Христа. На втором месте Павел. То есть, мне как-то, не мне, а даже, он разговаривал, по-моему, присутствие, а потом написал, Дмитрий Дудко был такой священник в Москве, прекрасный, открытый всем людям-то. И он говорит, вот, внутреннее переживание христианина в вузах, почему никто не напишет? В моей книге «До Слово Божие не отус» я коснулся этой темы. Почему? Мне ничего не надо выдумывать. Я вел дневник там, прятал, зашифровывал. Я как-то одно время дневник вел, а за мной сильно следили, и я его писал. Одно слово по-русски, другое по-английски, по-французски, по-испански, по-латышски, на семи разных языках запутывал их. Все. Там и знания-то крошечные, но мне этого было достаточно. И что дальше? То есть образ, вобравший в себя ветхий завет и новый. И вот я сравниваю с собой. Ничтожное подобие. Уповаю, что может, хоть бородой соответствую. О! Дальше. И вот, казалось бы, но именно, может, только бородой. А если бы и не было ее? Вообще, выходит, человек без опознавательных знаков Божиих. Неужели большинство христиан столько сходств с Библией, что мы так похожи? Свечи, крестные ходы, паломничество, незнание слова. Незнание слова, главное, что отвечает христиан православных. Незнание слова. Абсолютное большинство, 90 с лишним процентов, не знают духовного смысла Библии и вообще не считали, не знают. Получается, Ваша правда, Игнатий Тихонович. Люди создают новые религии под названием православие. Я об этом и говорю. Сегодня они дуркуют, нападают, травят. Придет момент, когда вы найдете. Что они принимают, это так и есть. Кого из пророков не гнали отцы Ваши, Степан говорит? Кого? Назовите одного. Не было. Если все люди о Вас говорят хорошо, горе Вам, когда будут говорить. Ну, понятно, если по-христиански-то все желающие жить благочестиво, даже еще не живущие, а только желающие, будут гонимы. Юрий Соболев. Аминь. Игнатий Тихонович, я со вторника одним вопросом, как бремени мучаюсь, но все не решаясь задать. Вроде известно все, но мне непонятно. Почитал в интернете, не удовлетворился. Что все же означает борьба Иакова с Богом? И почему Бог дважды нарекает Иакова Израилем? Спасти Христос. Ну, я выписал из Иоанна Златоуста, там четвертый том, кажется, на бытие это место, и объяснил это, как боролся. И у святых отцов есть такое мнение, во времена Златоуста было, думали, что это боролся он с дьяволом, потому что впереди придержала борьба с братом Исавом. Нет, это был Бог. Что это означает? Ну, Бог показывает в таких видах, ты боролся так, что означает Иаков? Тут смысл в значении слов. Вот Авраам с одной буквы из двумя, что Бог дал-то? Ты отныне будешь Авраам. Ну, да это был Иван, а теперь Иоанн. Что изменилось? Да ничего не изменилось. Хоть три буквы ставь. Оказывается, Авраам с одной буквы означает странник, пришелец, бомж. Ну, я уже так приуженно говорю. А Авраам, два буквы, по-еврейски означает отец множества. То есть отец, у которого много детей родилось. Понятно, это другое имя совершенно. Вот и почему менялись-то имена. А сегодня называют Михаила, там разные эти, в монахини идут. В честь кого не называют Михаила, то ли не добрала счастья с мужчинами. Мужскими именами называется, букву подставят. В честь кого-то. Но с этими именами не было спятых. Это выдумка. И Пашина потворствует. А почему и Лария не назвать, и Пистимия, и Синклетики. Нет, надо на мужские имена. Это тоже о чем-то говорит. Прекратить это дело и назвать их своими именами. Имя должно соответствовать значению. Итак, Яков означает обманщик. Обманщик, дающий подножку, подножку подставить. И он так и есть. По-нашему ничего не значит. А вот Светлана светлая, значит, волосы светлые. Но Варвара нам как-то говорит, что Варвара это грубая, невежественная. Вот. Мелания у нас не переводится, это черная, чернявая. Наимень это означает красавица, красивая. Но мы говорим, или я, бог моя крепость, или я. Михаил, никто как бог. И вот Михаил Горбачев уверялся, никто как бог разрушил империю зла, империю лжи. И теперь да, бог нам свободу. Дальше. Надежда Тишли. Здравствуйте, дорогой Игнатий Тихонович. Благодарю вас за ответы. Я слежу за вашими новостями. Спасибо за ваш труд. У меня вопрос. Можно ли нам слушать проповеди неправославных пасторов? Мне очень нравится один слепой проповедник Виктор Куриленко. Он очень хорошо разбирает Евангелие и чувствуется, что этот человек верующий. И вопрос о благовестии. Сейчас в современном мире человеку неверующему тяжело проповедать. Мне кажется, просто раздавать Евангелие и ходить в каждую квартиру, предлагать книгу, это не принесет плода. Нужно как-то подвести человека, заставить задуматься о жизни и благовестовать. Например, как это делает Рейкомфорт. Посмотрите, история Рейкомфорта 10 из 10 умирают. Мне почему-то он немного вас напомнил. Можно у него поучиться благовествовать, я думаю. Спасибо. Пусть Господь хранит вас. Вы очень нам нужны в это страшное время. Ну, а отвечать что? На первую очередь так. Вот этого Виктора Куриленко я не слышал и не видел. Хорошее почему не слушать? Но хорошее слушать, вы чтобы имели эталон проверять. Проверять по святым отцам, по святой Библии. Так можно наслушаться и уйти, не зная куда. Поэтому у нас разрешено ходить к баптистам, к адвентистам, но только не одному, чтобы сообщено молилось. А люди пошли к католикам, к мусульманам, куда желаете пойти. Теперь, думаете, заходить в каждую квартиру, давать Евангелие ничего не значит? Это не так. То, что вы сказали, развеялось в воздухе. То, что дали, у них лежит. Почему, когда отправлялся к славянским народам Кирилл и Мефодий, они первый вопрос задали старю Михаилу. А у них азбука есть? Азбуки-то нету. Это писать на воде велами. Азбука нужна. Книги нужны. И когда вы приходите в дом, вы даете больше, чем апостол Павел пришел бы. Больше, чем апостол Петр. Он сказал, ни одного слова не оставил. А вы даете Евангелие, где апостол Петр, Павел и прочее. У него какая-то беда. И вот оно как вышло. Ну, маленький пример. Опять я обращусь к себе. Завистники, ой, 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 о себе рассказывать. Не бойтесь, у меня есть что рассказывать. Лицемеры. Сразу попутно им. Все равно наплывает. Один день Иоанны... Как это называется? Васильевич. Когда он пришел там воровать где-то. А тот у него, на тебе и костюм такой, и он его, отстань от меня, в глаза тебя не вижу. Все ему отвечает там. Вот я точно так отвечаю. Здесь был филитонист, старый журналист, хотя не так старый, Титов Виктор Иосифович. Здоровый такой, как новогодняя елка, как каланча. Он был один только рекомендован комитетом партии, КГБ, на процесс, когда меня судили в 1986 году. Он сидел над залом просто весь. И когда все закончилось, а меня в отдельном стаканчике держали, других там набито, сколько кого выводят туда, а меня только в отдельном, и на против меня, чтобы все время стоял и смотрел на меня часовой. А когда в зал заводили, я уж попутно сказать, 13 краснопогонников, 12 краснопогонников меня тащили через толпу в коридоре. У вас больше ничего нет, спросил он. Ничего нету. Ну, написал статью поганую, статья, конечно, была заказная. Вот. Златоуст со второй строительной. Но когда я освободился, он припомнил, как я, говорит, недавно встретил жену, она сказала. Вы вот написали, но придет время, будете раскаивать. Он их наступил, а это время. Лапкин реабилитирован, вернулся. И снова я пришел и потребовал, как назвать, сатисфакции, удовлетворения. Тогда был майоров Юрий Алексеевич, главный редактор Алтайской правды нашей губернской газеты. И вот я ему говорю, вот он говорит, у нас хорошие отношения установились. А кто бы мог это сделать, это написать статью? Я говорю, кто? Титов. Титов? Ну, вроде он такую пугань на вас писал. Я говорю, ничего это не значит. Я уже познакомился, его жена с дочкой ездили в Потеряевку, она как раз болеет, березовый сок нужен, она там жила. У меня уже... Да вы что? Ну, и мы стали... Он пришел ко мне домой, мы побеседовали на работе, и он написал вторую статью. Обе статьи в книге для слова Божия нет уз. Это... На наш сайт зайдете, увидите там, где она нас, почитайте. Это очень интересно. И вот я к чему говорю. Мы стали готовить материал. Он договорился с главным редактором, Ольга Николаевна Шевчук уже была, и чтобы мы встретились, как бывший противник, с Лапкиным, и теперь мы беседуем, теперь уже как мы близкие друг к другу. Она дала согласие. Но не быть тому. Он внезапно умирает. И жена осталась одна, и она до того стала тосковать. А он до этого говорил, у тебя сижу, говорит, восьмиэтажное здание, кажется, это алтайская правда-то. Вот до этого было, говорит, у меня кабинет крайний был, прямо сюда, вот на крайком партию смотрел. А сейчас, говорит, дали другой, прямо рядом Покровский собор. В зависимости от политической обстановки мне и дают, это тоже интересно. И вот она затасковала когда, и она не знаю, говорит, что, как, и написала сыну где-то в Хабаровске или на Владивосток, ну, не важно. И она говорит, такая у меня тоска, я не знаю, ну, как бы мне кто-то это разбил. Он говорит, тебе ли спрашивать? До вас на Алтае живет человек, который любого человека любую боль разбеет. И кто же, она говорит, да Лапкин. А ты сидишь рядом, не знаешь, а мы, говорит, знаем здесь. Но это несколько лет назад было. Я, говорит, вспомнила все. А где чем взять-то? А у него, говорит, как он писал, черновики на столе, говорит, вот такая пачка, показывает, большая-то. Я стал ее брать-то, листики-то-то. И вдруг она мне высказана, и упала-упала, а сверху лежит мой адрес. Ну, а там вообще. И она адрес-то взяла и сразу со мной связалась. Вот как Бог делает. Незначительно одно слово, и дальше так Бог как-то цепь, золотую цепь плетет, показывает. Вот в моей жизни столько такого необычного было, что не знаю, кому интересно или нет. Вот как мне бороду, когда в лагерь прибыл, и там парикмаркер, где бороду, начальник тюрьмы здесь, с которым я встречался, тут сохранил. Меня обычно как приговор вынесли, все, тогда уже закончено. Сбревают голову, а меня не тронули. Хороший, он говорит, но дальше я не могу ничего сделать. Никак. Я писал, увеличьте срок мне, сделайте с общего режима на строгий. Ну, не трожьте меня, ни Пугачёву, никому бороду не сбривали. Ни Ленин там был, Сталин с усами, никого не трогали. Почему? Все-таки завели парикмаркерскую, пришел политоотдел, расстелили большую простынь. И мне бороду должен был стричь, брить чеченец. Я гляжу, у него руки дрожат. Может, показалось мне через слезы, но это так. И он мне говорит, а меня Аллах не накажет, что я это делаю. Да ты подневольный, ничего не будет. И бороду мне стригут, а я, кажется, в два ручья. И собрали всю бороду мне, в платочек завязали, теперь у меня две бороды. И про это писали в печати, потом и прочее. Видите, как все это интересно. И с этим чеченцем познакомились. И больше я бороду не брел. В баню приходил, руки сложу, а мне там надо побреветь. По-другому нельзя было. И я когда вернулся в храм идти, я не ходил, пока не отросла борода. Вот многие ли, которые вернулись, не ходили в храм, только поэтому. А жили километров, может, за 20, там 12, я не знаю, воронцовка от Фрунзе. И туда приезжали священники на дом. Вот все это так интересно. Когда Богу доверяешься, Бог биографию эту пишет. Говорят, Солженицын, вот главное, кто крушение страны сделал, если не знают там. Вчера мне говорят, такая молва идет, а то, что вы подточили устои с тоталитарного режима, союз рухнул. А сейчас подтащиваете устои московской патриархии. И поэтому против вас все. Сейчас там и патриархи все, то есть, пугают. Во-первых, не я. Перестройка, гласность Горбачева и архипелагу Лаг Солженицын. Вот две личности самые знаменитые. И когда я в университетах говорил, с Солженицыным соглашались. А что Горбачев, да кого вы берете, да ренегат, да продажные шкуры. Он Маргарет Тэтчер масоном все сдал. Что угодно говорить, это знаковая фигура. Я все это рассказывал попутно. И вот дальше, что говорит? Николай Гуцков. В комнату заходим, вот из чего начали. Евангелие оставили, там остается все. Это очень важно. Мы туда завели апостолов и оставили. Это не так. Николай Гуцков, другой на эти тихо. Да подожди. Вот это. Я тех, Рэй, комфорт, я не знаю. Никогда в комфорте не жил. Вот. Но хорошее, почему не слушать? Я слушаю все. И даже иеговистская вот эта башня стража, там, или страж башни, там, это свидетели так называемых иегов. Мы даже пачками здесь раздавали и слушали. Ярла песни, соберемся, слушаем прямо в трапезной. У нас попщина очень толерантная, как говорят. Но это не так. То есть мы укрепляем людей в Слове Божьем. Идем встретиться с сектантами, знает, как говорить. Да. Можно. Но только не увлечься, чтобы вы не потеряли друг друга. Какой бы мы ни показали здесь хороший проповедник, он не выше, а на Златоуста, Блаженного Фефилакта, Василия Великого Григория Богослова, Блаженного Августина Иеронима. У нас-то кровище другое. Я вам их советую. Здесь я не могу ничего сказать. Если хорошее берите. Но было бы через что просеивать. А то начинает послушать, а потом потерял все и дальше. Николай Буисков. Дорогой Игнатий Тихонович, расскажите как-нибудь, кто такие отделенные баптисты? Как они произошли? Как вы к ним относитесь? Дело в том, что мой лучший друг был баптистом. Уехал в США, прожил там 13 лет. Приехал теперь на ПМЖ в Белгород. Что такое ПМЖ? Постоянное место жительства. Теперь он отделенный и собирает у себя в доме людей. Проводит собрания. Ваше мнение о них, кто они? Спасибо. С наступающим вас. Николая Игусткова совершенно не знаю. Но это новое. Я перенес сюда. Здесь можно увеличить шрифт и удобно считать. Это безобманно абсолютно. Я ничего, ни одной буковки не добавляю. Кое-что не беру, а добавлять никогда не добавлял. Ну, беру там бывает. Здравствуйте, до свидания. С Рождеством там, может, сотня пришло. Я разбираю, смотрю. Ну, отмечаю. Я их знаю. В 1962 году среди баптистов возникли люди, которые говорят, да все властям-то продали наши руководители. Детей до 16 лет не водить, то не делать, то не проповедовать. Ну, и стали, там был еще у них Прокофьев, Георгий Винс. Их перечислять даже нет. Потом другие были, они заплатили страшную цену. Власти бросили все силы. Против них работало не только КГБ, но и ГУР, это заграницы, которые они получали, привозили оборудование. Евангелие, Новые Заветы стали печатать в подземельях. Их на вертолетах разыскивали, просвещивали, где найти. Находили, сажали. Около 30 человек не вернулось. 150 примерно арестовано. Я их знаю, первый год 1962, а я обратился в этом году. И я помогал их материалы разносить в первый год. Я был бы баптистом, если бы у них было рукоположение. В православии я чужой. Но Бог через это... Меня ничего в православии не может задержать, потому что там не так, тут не так тебя преследуют. Там я весь, евангельская вера. Они стараются по-хорошему. Эти люди очень хорошие, чисто живут, работяги, семейные. Ну, ни одного пункта нет, где бы они были ниже нас, православных-то. Даже тут было, они собирались северо-западной 144, мы к ним ходили. У нас хорошее отношение. Теперь уже не секрет, у меня всегда была десятина, не одна. Люди были, все это платили. И мы деньги собирали большими, говорится, пачками и относили им на издание Евангелия. Когда говорили, даром, даром это кто-то платил. Так они баптисты. Я давал не баптистам, я давал Христу. Христу. Я им доверял полностью. Вот кто они такие. И поэтому не хватает у них только рукоположения. А раз рукоположения нету от апостольских времен, то это не церковь. Как угодно называют. И что они не спасутся? Спасает Бог, не я. Но я по Евангелию должен сказать. Нету третьей освящающей благодати. Священство. А у вас одни гомостюксолисты. Ну, это лишку одного. По одному всех нельзя равнять. Все. И вы признаете благодатность московской патриархии? Подтверждаю и доказываю, что именно так. Именно так. А почему вы здесь столько говорите, на них льете грязь? Никогда не лил. Я от грязи их отскребаю. Чтобы они делали как положено. Были с народом. О чем говорит патриарх Кирилл? Когда они поймут это, они поймут, лучшего помощника для православной церкви московского патриархата у них не было. А эти, которые вокруг-то там, я их называю, кодла патриаршая. Кодла там президентская. Ну, сборище, как собаки. Только делал, да благословит их всех Господь. Чтобы в судный день это не вспомнилось. А дела, что они против меня, они, дела эти, сгинут как дым. Им не до этого будет. События уже в этом году 16 могут быть такие, что не до меня будет. Дальше. Сергей Тупицын. Отец, если не уехал, ответь. Игнатий, почему так? Куда вы собрались? Не мечите бисер перед свиньями. Они вас попрут. Умный хамей сидит в доме. Хамей может. Еще такое, не знаю. Дайте отпор бесам. Едите в никуда, в никуда. Не постремите веру православную своим умствованием. Кто вы там? Очередной баран для посмешища? Нет там никакой истины. Никому она там не нужна. Вот это как. Нет никакой истины. Сказать нельзя. И что никому она не нужна, тоже нельзя. Бог. Это берет на себя человек много. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого. Ну, говорит, может быть, в запарчивости и другое. Нельзя этого сказать. Нельзя. У вас есть доллары? Много? Много, но ехать на что? Бог даст. У меня ничего нету, и Бог дает мне запно. Внезапно. Осыпает меня золотом. Прямо золотом. У меня вся жизнь на этом была. Самый, как говорится, скупой архиепископ за рубежом со мной встречается. Мы беседуем несколько раз. Он идет в банк, снимает деньги. Я дает ему, почему? Я умею зомбировать. А как? Очень просто. Я говорю о Суде Божьем, о временности жизни, о любви к Богу, о радостном служении для Бога, когда ты весь для Бога. Я и дом мой, будем служить Господу. Он пошел и снял, даже у кого он жил на квартире, Сенкевич, Лос-Анджелес, Киантони, и они Орловы. Даже никто не поверил. Он? Ну, вот так. Совершенно незнакомые люди. У меня здесь два священника. Мочуют. Я говорю, мне надо помолиться, завтра книга очередная выкупать, а денег нет. А откуда? Понятия не имею. Но у меня, кто не знает, я говорю, мне можно звонить и в скайп выходить с 3 до 17.00. С 3.00 до 17.00 по Москве. А дальше у нас личное время, мы молимся уже, тревожить не надо. Ну, мы легли, иногда мы ложимся намного позже, а встаем в 4.40. Всегда. Вот я встаю на полтора часа до 4.40 еще, но ложусь раньше. Помолились, лег, лег, в зимах, в избе у меня всегда прохладно, тут холодно, можно сказать. Звонок. Первое, что недовольство. Ну, и говорил не звонить, а вылазить надо к телефону, вот с Астанар. Так, это вы, отец Аким? Да нет, я Игнатий, брат его. Такое дело, у нас умер дядя, Климентом звать, и сказали, что у вас храм во имя Климента. Так вот, там, говорят, молитва лучше доходит, о православные какие. Я говорю, нет, у нас лагерь, честь Климента. Да это разницы нету. Можно вам деньги пошлем через Вестерн и Юнион? Все, утром я уже получил их. Я не знаю. Первая книга, которую надо было получить, вот некоторые мне, денег нету совершенно. Первые, стихи выйти должны были. Приехал наш архиерей, я ему отдал, там симфония на жития была, все в Черновике. Он посмотрел, говорит, вот эту книгу первую нужно издать вам. Он до утра сидел, считал мои стихи, а потом ее реализовать и на эти деньги издать вторую книгу. Вообще, совершенно правильно. Ну, как их реализуют? Я понимал, это нет, нет, мне нужны деньги сразу и без сдачи. Ну и как? Не знаю как. У нас была Егоренка по девичеству Торбеева, Надежда Павловна. Она была здесь эконом, как над всем смотрела. У нас тут два дома, территория. И она была здесь, вечером уходила домой. Я сказал, не ходите, ночуйте у меня здесь. У нас много людей было. Она пошла, подскользнулась, упала, сломала руку, дальше пошли метастазы. И она уже умирающая была. Я пришел к ней и говорю, Надежда Павловна, как только пройдешь мытарство, мы же молиться будем. Она исповедовалась, прищищалась, соборовалась. Ты найди там Николу Чудотворство. Он любит золотишко подкидывать в окошко. Там девиз, который замуж выдавать. Пусть бы он мне мешочек подкинул. Хорошо. Я его посетил где-то за день до смерти еще раз. Все, не забыл. Нет, у ней трезвый был ум. Все. И все в общем не знали, молились. Уже 30 дней. Ну что? Ничего нету. 40-й день. Звонят уже. Ну, какой-то ответ я скажу. Нет никакого. Маленько проходит, сейчас дверь открывается. Не с чемоданом, с акваяжиком заходит человек один. Вам деньги нужны? Нужны. Так я вам дам. Ну, одно условие, чтобы никто не знал. Никто не знал. Почему? Потому что он не один. Предприятие такое, они занимаются такими делами. И дела хорошие. Ну, нормальные. Как там заправочные станции, строительство. Ну, то есть такое вот. Примерно я говорю. Примерно. Деньги. Все. Я пошел, выкупил. И тогда экспресс, маркер экспресс, такая газета. И написали. Помощь с того света. Это реально все. Живой Бог, живая молитва, живой ответ. Люди не знают о том. Живая вера должна быть. Дальше. И доллары есть. Нету. Нету долларов. Но могут быть. Вы знаете, что их вождь ими признан как пророк? Знаю. В психически лучшем случае. Больной человек. Что вы дураку скажете? Он еще и марионетка в других руках. Все это, допустим, так. Ну и что из этого? Сидите дома. Просто ради нас. Вас, поверивших и любящих. Найдите мужество. Ответьте. Часто мужество именно в том, чтобы не клюнуть на крючок. Ну хорошо. Я отвечаю. Я услышал. Сергей, благодарю. Ну что интересно. Тупицын. Я не оскорбить хочу. Когда у меня обыск был, то всегда нужны были понятые, называют. И у меня обыскать все до последнего, что в карманах-то. И два свидетеля. Один тупицын, а другой Карманов. Ну до того интересно. Вот какие-то знаковые фигуры. Об этом-то я ничего не могу сказать. Не знаю это. Чтобы не клюнуть, что? На крючок. Ну, благодарю. Дальше. Саша. Саша. Уважаемый Игнатий Тихонович, прокомментируйте, пожалуйста, патент Томаса Хиттера о 1996 год. Метод верификации идентичности человека в процессе электронных торговых сделок. Представленный метод служит для обеспечения торговых сделок электронными средствами. Штриховой код или знак вытатуировается на личности. До того, как торговая сделка может быть завершена, татуировка сканируется сканером. Характеристики сканированной татуировки сравниваются с характеристиками других татуировок, накопленных в компьютерной базе данных. Для того, чтобы верифицировать идентичность покупателя. Однажды, проведя верификацию, продавец может быть уполномочен дебетовать электронный банковский счет покупателя с целью совершения сделки. Электронный банковский счет продавца может, соответственно, обновляться. Ничего я вам совет дать не буду, но сказал бы, этим не занимайтесь. Не надо. Это уже вплотную подошло к печати. Никому этого не посоветую делать это. На тебе номер то-другой. Не верят, отошел, до свидания. Он будет искать тебя. Молва тебе будет идти. Без всяких даже характеристик. Вы письмо считаемое, Павел говорит. И нам не нужно, чтобы были какие-то еще подтверждения. Рядом поживешь, тебя увидят. Не советую. Ничего про это не считал, не знаю, считать не буду. Дальше. Алексей Коранов. Вот цитата из пророчеств преподобного Лаврентия Черниговского. Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда, а ходить в те храмы нельзя будет, так как там не будет приноситься бескровная жертва Иисуса Христа. Поймите, церкви-то будут, но православному христианину нельзя будет их посещать, так как там будет все сатанинское сборище. Апокалипсис 2.9. И еще раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет, благодати в них не будет. Вот. Ну это так он сказал. Дальше что? Игнатий Тихонович, скажите, есть ли эти храмы сейчас, в которые уже нельзя ходить? На какой канонической территории они находятся? Научите нас, как определить, что в таком-то храме нет благодати, а там сатанинское сборище. Спасти Христос. Ну если вы пойдете к тем, которые против настроен, они сегодня, как Герман Стерлигов, вся верность, вся московская патриархия, благодати нет. Он увидел, я не увидел ни в одном. Видите, у нас очень противоположное. Нету. Вот старобрядцы, они верят так, но их так воспитали, что ходить в те храмы нельзя, а благодать они не знают рассуждать. Евреи те знают, идешь, когда мимо храма храбославного, плюнь на него, чтобы ты провалился, и прочие слова Шульхана Руха. Ну, как они сами пишут. Я не знаю, мне недавно, я зайду в любой храм и помолюсь. Вот и все. Комната для намаза Махачкала. Мы выпросили разрешение, зашли туда, там помолились. Я зашел в мечеть, помолился. То есть у меня другое совершенно отношение к этому. Ну, молюсь, молитва с поклонами, три святоя. Представьте, в мечети, первый раз видел, а не освящение ли это для них-то? И дальше идет беседа. Это надо видеть. Харин Владимир. Дулевича несет, он хуже Осипова профессора обвиняет. Скоро парень в дуб въедет. Ну, это как? Еще один зашел. Андрей Мотов. Аллах Акбар. Ну, Аллах Акбар говорит, велик Аллах, Бог. Это неправильный перевод, говорят специалисты. Что это означает, Аллах настолько велик, что никого с ним сравнивать нельзя. Это один Бог. Почему в Тунисе запретили христианам даже произносить это имя. Дальше. Александр. Бульдозером за 30 минут все бы очистили. Ну, это про Потеряпку, где мы работали, там вот, дальше. Александр Малыш. Ну, где он бульдозер? Мы привезли кое-как. Все лето проманежили. И приехали, осмотрели. Нет, и нет, и нет. До осени дотянули. Плотное. И потом только мы нашли бульдозеры, шарщины, пригнали. Это все не просто так. Правильно говорит? Правильно. Благодарю за заботу. Александр Малыш. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Можно ли причащаться в храмах Московской Патриархии? Если вы готовы. Готовность, Анна Златоуст говорит, несчастая, не одобряем. Нередкая, но готовность. Если вы готовы, можете каждый день причащаться. Но вряд ли будете готовы. Нужно высчитывать каноны, правила. Не так, что по боку все. И это будет видно по делам. Обычно, когда часто причащаются, они бешеные делаются. Сумасшедшие. Бесноватые. Это уже практика показывает. Почему они совершенно не готовы, а потом больны духовно, больны телесно и немало умирает. СуперКВЗ. Был бы человек, а канон на него найдется. Лапки они так просты, как может показаться на первый раз. Ну, я не знаю, что он имеет в виду. Ну, проще некуда. Я все открыто говорю. Ну, вот так, как есть. Вот. Канон найдется. Ну, правильно, статья найдется, говорит. Андрей Гуков. Вот, слушайте, я что беру. Это что, он за меня, этот человек, или Гуков? Я его не знаю. Нигде. Девять часов назад. Вот, вот дальше. Господин Лапкин, кости перемыватель. То есть, кости я промываю. Да это не я. Те, которые режут ноги, мощи там промывают ноги, кости. Он ошибся. Вызвать отца Всеволода, или отца Андрея, на публичную и открытую дискуссию. Он, наверное, боится. Поэтому за их спиной перемывают им кости. Ну, относительно Щаплина, я высказал мнение. Вот. А теперь он ушел. Видишь, как что-то действует. Андрей Кураев. Прекрасное у нас отношение. И я первый, может, или в числе первых, стал как бы на защиту его говорить. Вот. Хотя Андрей, это вообще удивительный человек. И они его, наверное, под ножи. Поэтому сегодня разговор-то идет какой-то. Как это? То есть, они выйдут. Мне искали, искали Андрея. Я заказал на его сайте, сколько раз, разные люди, с разных ресурсов, Андрея вызвать. Я был в Москве, его нету. Я его боюсь. В уме или нет-то? Я ждущак, блин выйдет сегодня. Ну, пожалуйста, побеседуем. Ну, как его вытащить? Вытащите на меня. Кто он там? Андрей Гуков. Ну, помогите. Я готов. Андрей. Готов. Сегодня хоть пусть выходит. Скажите, как зарядить. Скайп зарядит. По-латински. Бук. Игнати. И это первое. Десятиричный. И там десятиричный. В конце идти. И в конце какие кратко. Игнати и десять. Десятка. Все. Ну, пусть выйдет-то. Я не против, Андрюша. Как это там чуть выше еще? Как это все по православному? Однако же, господин Лапкин прямо православный. Кавычка. Фарисей законник. За любую запятую в Писании готов распять любого. Ну, не только запятую. И даже одна иота не пропадет. Это очень хорошее качество. Это действительно помогло сохранить евреям Писание. Они за каждую точку боролись. Вы считывали, когда писали, сколько букв и знаков в одной строчке. Сколько строчек. Если не знаете, это похвал он сказал. У православных, что так боролись. Андрей как раз увидел. Такой пиетет к Священному Писанию говорит. Это вообще удивительно. Но это так и есть. Алексей Борисов. Кто любви не имеет, может хоть обложиться ветхими и новыми заветами. Он медь звенящая. Ищите Царство Небесного, а не старинки в глазах братьев своих. Знай одно. В храмах Московской Патриархии есть благодать. Бог не покинул нашу церковь. Ну, мы полностью согласны, Алеша. Кто он такой? Я согласен полностью с вами. Я ничего не выискиваю. Это то, о чем говорит Патриарх Алексей. Неправильно крестят. Раньше 30 лет священники ставят. Это антиканонично. И делает, может быть, их безблагодатными полностью. Но я этого не говорю. Владимир Мачалин. Похоже, скорее, на заезжих баптистов. Ну, там заезжие ко мне баптисты заехали. А он говорит, на бандитов. Ну, я этого не заметил. Бандитов. Ну, так. Вот пишет сегодня. Мир Божий вам, Игнатий Тихонович. Сегодня в нашей стране празднуют праздник Рождества Христова. Вчера, накануне праздника, получили посылку. Посылку. Это из Вашингтона пишут. Сердечно благодарим. То есть полностью выписали все 38 книг. Игнатий Тихонович, деньги перешлем. Не получилось сейчас, так как не хватило денег. Игнатий Тихонович, а можно будет у Вас еще купить остальные книги? Том 1-6. И сборник со стихами, пожалуйста. С Богом. Ну, остальные книги, видимо, они их не получили. Они уже в пути. В пути остальные книги. Потому что посылка не одна была. Это 31 килограмм. С Богом. Дальше. Владимир Мачалин. Игнатий Тихонович, я бы хотел заказать Ваши книги. Как их можно заказать? Можно ли почты лично у Вас? Ну, вот. Теперь я покажу сейчас. И вот она, смотри как. Давайте сейчас мы снимем один раз, чтобы люди знали. Все 38 книг здесь, на нашем сайте. Вот так. Истинный 1. Первое. Проповеди в стихах. Церковь, свобода, тюрьма. 320 страниц. Мягкий переплет, тире 200 рублей. 16 страниц черно-белых фото. 312 стихов. В конце помещены нотные записи на исполнение стихов. Закончились. То есть, книга-то уже не могу дать. Нету. Кончилось. Тысяча экземпляров. Второе. Систематическая симфония на жития святых. 392 страницы. Мягкий переплет. 200 рублей. Книги все на обсетной бумаге. Сшиты, не склеены. Обложка на льняной основе. Фото все на мелованной бумаге. Видите, какие точности, чтобы человек уже знал. Дальше. Третье. Самая полная симфония на неканонические книги Библии. По образцу Вернигородской. 406 страниц. В твердом переплете. 300 рублей. К истинному православию. Второе издание. В книге на основании Библии, книге правил, житей святых и трудов святых отцов, освящены различные темы. Крещение, покаяние, исповедь, церковная дисциплина. О церкви. Спаси Господи от лжи, объедения, пьянства, забот житейских. Пост, милостыня, о слове. От церковнославянского к великорусскому. О сне, о благовестии. Отцы и дети. О духовничестве. Гордость папства, человекоубийство и ложь Ватикана. Итак, бодрствуйте. О заблуждении церкви. О Библии, молитве, о семье, о священстве, о бродобритии, о табакокурении. А я вам говорю, любите врагов ваших, о военной службе. 480 страниц. Твердый переплет. 32 страницы цветных фото. 500 рублей. Пятое. Для слова Божия нет уст. Православный христианин в тюрьме и на свободе. 752 страницы. Твердый переплет. 700 рублей. 64 страницы цветных фото. Ламинированная. Ламинированная. Не надо было добавить. Дальше. 6-й открытым оком. Тома 1 по 30-й. В который вошли ответы на 4124 вопроса. В интернете вопросы и ответы сгруппированы для удобства поиска по 55 позициям папкам на нашем сайте. Противосектантские материалы. Лекции воспитания детей. Пособия для изучения Евангелия. 123 беседы проповедей в потерявке вне храма. 1135 проповедей в храме во время богослужения. Пособия для бесед с людьми. Это мои проповеди, мои беседы. Я подъясняю. Во всех 30 тома помещено 3476 стихов. Это моих стихотворений. По 9 куплетов четырехстрочных. Из них 2425 проповеди стихи Лапкина Игнатия. И 1051 стих. Более чем 200 авторов. 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 Каждый том по 752 страницы. Книги 1 и 12 тома в мягком переплете. И в каждом томе по 16 страниц черно-белых фото. Цена 600 рублей. Итого 7200 рублей. Это за 12 томов. Дальше. Книги 13 и 30 тома. В твердом переплете. Уже в твердом. Так же все по 752 страницы. И в них по 64 страницы цветных фото. Цена 700 рублей. Из-за этих книг. Итого 12600 рублей. Дальше. Седьмое. Толкование на весь Новый Завет блаженного Феофилакта Болгарского. С 297 комментариями относительно проповеди Слова Божия и сегодняшнего состояния православной церкви. Добавлено оттолкование на апокалипсис. Том 3. Страница 314-743-429 страниц. 429. Толкование. Лучшее толкование какое. По всем святым отцам. Итого. Геннадий Фастом. Сособрано это. Итого. Три книги по 752 странице. В них 230 цветных иллюстраций Гюстава Доре в полный лист и 10 цветных картин. Классика. Цена трех томов и только вместе. 3000 рублей. В твердом переплете с закладками. Итого. Цена 37 книг. 24500 рублей. Без учета стоимости пересылки. Цена пересылки отдельно. Редакция готова предоставить желающим право на издание вышедших и не вышедших книг. То есть не вышедших. У меня еще 7 томов. В интернете стоят. Но уже я закончил не делая. Порядок получения книг. Какой? Порядок один. Сначала человек ознакомится по интернету с книгами и по адресу исчету переводит сумму за книги и плюс за пересылку посылает фото квитка и мы высылаем ему книги. То есть никакой предоплаты нет. Он не верит. А как? Так я пошлю деньги, а ничего нет. Ну вопрос снятый. Правило одно. Пока не было сбоя за несколько лет ни одного. А это уже больше 10 лет. А было, что терялись. Вот совсем, что потерялись. Не было. Ни одного случая такого. Тем более сейчас номер идентификации дается. Я его посылаю и люди следят, где идет эта посылка. Было, что возвращались. Два раза. Из Украины. Это очень дорогое удовольствие. Выкупать надо мне. Платить деньги. Ваш точный адрес с индексом и телефоном. Получив книги, делайте 2-3 фото, где вы лично с книгами и нам пересылаете. Ну а дальше? Вот это надо как-то крупно сделать, чтобы видно было. Я не знаю, это то ли побольше сделать. Подожди-ка, маленько побольше сейчас сделаю. Так лучше будет видно? Да. Вот так. Тут не надо считать. Вот посмотрите. Внимательно. Так, теперь дальше. Электронная карта. Теперь я тоже самое делаю. Хотя бы 2,20. Вот так. Пластиковая карта. Которая за рубежом. Ему по-другому маленько. Вот которая с долларами. Вот сейчас я это покажу, тоже увеличу. Вот. Читай. Цены по стоимости издательства на 1 декабря 2015 года на все наши 38 книг 750 евро или 876 американских долларов по курсу на 1 декабря 2015. Плюс стоимость пересылки в Америку. Стоимость пересылки все время повышается. Это 30 килограмм. Две коробки плюс 2 пакета. Приблизительно еще 200 долларов. Ну вот и все. А почему? Потому что цена в типографии повысилась. И поэтому так я это убираю. Вот. Сейчас, минуточку. Придется здесь дальше. Что мы здесь смотрели-то? Ага. Там мы закончили, нет? Ага, Владимир. Книги заказать. Еще что? Дублирую письмо ВКонтакте, поскольку еще не получил ответ. Видимо, в очереди стою. Ну, правильно. Моя страничка с песнями и стихами. Высылаю вам свои песни в прикрепленных файлах. Хочу узнать ваше мнение во свете Библии, конечно. С уважением, Владимир Мачалин. Вот. Я еще не успел. Ну, давай, прочитаем. Люди, проснитесь. Владимир Мачалин. Когда же кончится эта война? Задушит тех, кто еще живой. Смотрите, люди, на землю зла. Что сможешь ты, если сам не свой? Давайте встанем в защиту тех, кто на земле пролил свою кровь. Отдал себя за страдания всех. Мы призываем твою любовь. Люди, проснитесь. Это адская бездна. Друг, оглянись. Бежать бесполезно. Что на суде ты споешь в оправдании? За злодеяние. За злодеяние. Господи, дети твои на распятиях. Души свои положили за братьев. Что же, народ? Где твоя вера? В золоте тленом. Чума и холера. Господи, дети твои ходят тенью. И за рубли покупают спасение. Время пришло. Пора. А, изменитесь. Люди, проснитесь. Люди, проснитесь. Люди, проснитесь. Это адская бездна. Друг, оглянись. Бежать бесполезно. Что на суде ты споешь в оправдании? За злодеяние. За злодеяние. Я не знаю, вот это вот к нему относятся, а то к нему не относятся. Да что такое, Талис? Вот я сейчас это убираю. Вот. Теперь заходим в интернет. Вот вчера написал один. Анатолий Тархов. Прошу прямо ко мне на форум заходить. Сейчас я покажу, как наш форум. И самим делать. Вот модераторы все сюда заносят. Прошу прокомментировать. 24 декабря стало известно, что Стелла Чаплин уволен с должности главы отдела взаимоотношений в РПЦ с обществом. Сам протеерей объясняет свою отставку разногласиями с патриархом. Ничего сказать не могу, но думаю, что это ему на пользу. Абсолютно. Ни по каким признакам я нигде не мог показать, что он верующий. Отсет может прийти к вере. К вере, просто к вере. А уж о рождении свыше я ничего не говорю. Это кто мне пишет? Анатолий. Ничего не могу сказать. Но я благодарю Бога. Я за них молюсь все время. И вот такие известия для меня, они просто как бы подталкивают на благодарение Богу. Как Андрею Кураеву. Что с ним было, выбросили, это на пользу. Он маленько станет свободным. Они рабы. Все заглядывают, кто что сказать требуется. Они не понимают даже, что такое жить в свободе совести. То есть я доволен, что его там нету. Светлана Макарова. Здравствуйте, Игнатий. Почитайте обращение от жителей Кореи или патриарху. Город Сегежа собирает подписи и город Костомукша стонет. Епископ Игнатий Тарасов творит беззаконие. Три года как образовалась епархия, все развалил. Люди все недовольны. Все разбежались. Куда еще обратиться за помощью? Советую знакомиться с биографией самого епископа Анаксиуса. Ну, что сказали, мне это понятно. Знакомиться не буду. Я показываю так. Есть патриарх, напишите ему. Там какой-то отдел будет разбирать. Нужно идти законом путем. Но не так. Ну, знаете, что точно, знаете, что он беззаконник. Там, как говорится, голубой. Ну, перейдите в другой храм где-то, помолитесь. Или глаза закройте. Ну, не так, что... А может быть, это наговор. Я ничего не знаю. Много оговаривает людей и говорят. Порядок всегда один. Священник такой к епископу. Епископ там еще где-то выше. Ну, раз вы без структуры не можете, вот вам это и есть. У верующих, те знают, как молятся. И Бог там выметает грязь эту. Роман Гайденко. Мир вам, Игнатий Тихонович. Меня зовут Роман. На днях в одном из видеороликов Ответы на вопросы вы сказали, что можно у вас заказать книгу Псалтырь на русском языке. Сколько стоимость этой книги и как оплатить? Нет, у меня нет. Обратитесь, это... При церкви там бывает где-то лавка. Или библейское общество. Действительно, Псалтырь у них... Издана была. Мы там брали ящиками. Раздавали здесь, продавали. Вот Псалтырь. Видите, очень хорошо издано. Вот. И что интересно. Вот Псалтырь изданно. Молятся все. А я им сразу выслал туда. Вот какие ошибки. Псалтырь. Крупный шрифт. Так, 8-7. Вот. 21-24. Это Псалом какой? Какие ошибки здесь? Опечатки. Псалом 20-е. Псалом 8-й стих. Вместо ко надо по благодати, а не ко благодати. Псалом 103-104 страница. Псалом... Не так... 73-2. Время. Восилимся. Там одна буква лишняя. Это 54-14. Слово что там не так. Ну, это... То есть, я все это им отправил. Пожалуйста. Еще. Ну, на эти ответы я уже ответил. У нас нет этого. Мы не можем. Ну, вот. Теперь нужно вот сюда зайти. Еще другая страница. Вот он наш форум. Посмотрите. Православный форум Игнатия Лапкина. Вот так он называется. Зайдите. И вы тут уйдете. Если вы знаете наш сайт, вот он сайт, во свете Библии. Это один из самых, я так думаю, лучших для православия. Здесь насчитано моим голосом 50 томов. Это и Библия. 12 томов Златоуста. 12 томов Жития Святых. 12 томов Добротолюбия. Ну, то есть, по всем святым отцам. И вот здесь, если нажмете в форум, вот. Уже на форуме. Вот здесь. Видеоканал нажать уже здесь будет. Вот я нажимаю сейчас в форум. Смотрите, куда полетит. Вот я нажал. И вот куда. Как входить. Вот оно где. Заповедник Веры. И дальше. Как тут зарегистрироваться. Вот оно. Перейти на форум. Вот я нажал. Уже на форуме. А здесь все по тематике. Где вам что нужно найти. Тема. Смотрите, как. Очень хорошо составлены. Специалисты делали. Большие. А вот здесь вот. Вот рядом. Вот под Храм Христа Спасителя. Новое сообщение. Вот я нажал на нее. Все. На первой странице. Самое последнее. Где идут вопросы. Вопросы. Ответы. 320. А на сколько тут у нас просмотров было? Где? По этой теме. 75 669. Видите, сколько людей. Значит, они находят. Вот что вы припирались. У меня нету. На форуме. В течение месяца. В течение трех месяцев. Ни одного противоречия нет. Обычно там где-то люди ругаются. У нас этого нет. Почему? Это сокровище. Человек заходит. Глаза разбежались. Ну. 1583 темы. Притом. Отовсюду. Со всего мира собрано. Это огромные-огромные православные форумы. Как и сайт. Про сайт я уже сказал где-то. Вот. Ну это я могу уже не трогать его. Что у нас здесь? Вот. Последнее. Что тут? Вот оно. Кто тут пишет? Мелко очень. Геннадий Тихонович, я спрашивал про Кришнаита, который читает лекции о семье. Статья. Да. Зовут. Так вот. Есть у него и хорошие мысли. Если не касаться религиозной стороны, то практические советы очень даже адекватные. Так можно ли брать для себя хорошее? Например, первое. Муж не должен жаловаться своей жене и как бы должен говорить лишь три вещи. Как он ее любит, что он для нее сделал и что планирует сделать. Объясняется это тем, что жена более слабая и хрупкая. Ты ответственен за нее не только физически, но и эмоционально. Ведь мы же своим детям после работы не приходим, не говорим, как все плохо на работе. В мире кризис и так далее. Это неправильно. Абсолютно неправильно. Не советую. Вот если в каких-то там религиях какие-то отдельные вещи неправильно говорят, то если буддизм проще, все от сатаны. Все. Совершенно на сатанинской основе. Ничего не советую. Как это так? Да муж ведущий. Он должен говорить только о хорошем. Как хорошее, когда она что-то не так делает-то? Исидор Пилосиот говорит, чем строже мужчина относится к женщине, тем более она привязана к нему. Она знает, это крепкая стена. Он не даст в обиду. Он работает на двух-трех работах, все у него идет как надо. Слово закон. Она писала письмо, чтобы не отправляла, пока он аминь в конце не поставит. Жена да боится мужа. Он этого не знает, этот колдун или как его назвать-то. Не советую в руки брать. У нас столько написано. Я показал, где у нас материалы на нашем сайте, на нашем форуме. Что святые отцы говорят. Ну то есть очень и очень большой материал у нас на форуме на сайте, там справа семья, папка. Откройте, мы сейчас даже откроем. Ну и дальше. Второе. Эти дети, мы не говорим, как раз и нужно говорить. Дети должны знать, что на работе не ладится, там поднялся какой-то человек против, детская молитва доходит до Бога. Дети будут плакать за отца. Устрои ему, Господи, как должно. От этого зависит его заработок. Как это? Вот это совершенно неправильно. Это фальш, обманщик. Святые отцы так не учат. Относить себя нужно нежно, внимательно, ну и прочее. Не кулаки распускать. Златоуз, говорит, получает, ну по нашему, по лочку, говорит, люди слышат такое, говорит, вопль, как будто бы зверь терзает добычу в своем логовище. Это после получки аванса. Второй пункт. А жена, в свою очередь, должна соблюдать три условия по отношению к мужу. Он должен чувствовать, что она нуждается в нем. Он должен быть свободным, делать для нее что-то, потому что он хочет, а не она вытянула. И он имеет право оставаться самим собой, не изображать из себя никого. То есть это все выдумка. Жена да боится мужа. Баста. Женить, учить, женить, говорю, учить жене, не позволяя не властвовать над мужем, но быть безмолвием. Ох, какие у нас заповеди-то. Вот мусульманство здесь ближе. Вот мусульманство полностью это исполняет. А это что? Он должен дать, знать, любит. Да она увидит по делам. У русских не принято. Я ни разу не слышал, что мой отец, а у меня 12 детей родилось у матери, чтобы сказал, я тебя люблю. У нас мамочка там зовут. У нас даже маму не звали. Мамка, тядька. Как будто грубовато. У нас Валентина, они когда Валька, и Кимка, Оська. Видите, как СКА. Почему? Потому что мы одна семья. Но малины собрали, где же бабушка через дорогу нашу? По полной, по пять ягодок и все. Ничего не съест. Вот как приучать надо. Дальше. Третье. До брака нельзя делать три вещи. Вместе спать, жить и кормить мужчину. Точка. Никакой близости. Женщина должна принимать ухаживание и позволять мужчине ухаживать за ней, доказывая свое достоинство, до тех пор, пока он не докажет обратное. Ну, ухаживать то другое. Ухаживать за больными надо. Вот он, собственно, правильно прочитает. Вот посмотрите, есть такой ролик, называется «Сердце Рамзана Кадырова». Во! Ролик. Как он первый раз ее где-то там на повороте на лестнице успел ей сказать. Как Василий Шукшин, когда полюбил ее, там с танцплощадки, догнал ее, она только обернулась, он ее в потемках поцеловал и впустился обратно бежать. Говорит, ну, гадство, теперь нас так просто не возьмешь. А потом бросил ее и... Вот надо учиться, в данном случае, как учат христиане. Саламудренно, жена в послушании, но тут очень сильный пример мусульмане, как они умеют хранить девственность, как одеваются. Удивительно. Я просто говорю, у нас в общине все точно такое же. И когда наших видят, где все, это мусульманки, не мусульманки, это христианки. Четвертое. Детей не надо воспитывать. В скобках. Очень важный пункт. Главное, понять правильно мысли. Нужно показывать им своим примером, каким надо быть. Ведь ребенок усваивает модель поведения родителей больше, чем укоры, ругань и разговоры. Также сказано, что ребенок до трех лет царь, до семи ученик, до четырнадцати друг. Ну ладно. Вы если лекарство знаете, крапива, говорит, все непрямо написано так. Лучшее лекарство для ребенка, говорит, крапивой по жопе. Так написано по жопе. Некоторые бьются за это слово, не так попи. Ну не надо играть этим. Написано, чаще его дери. Розги не жалей. Не возмущайся его воплем, если он преступление какое-то делает. Ложь искоренить, чтобы ее не было. Без наказания не оставляй. Ты его накажешь, он не умрет. Ну посчитайте, у нас есть материал о семье. У меня кислену православию. И там о семье. Вот это тут вы все поймете, что... Ну вот я сейчас покажу. Вот. Допустим, вот мы откроем только. Вот это наш сайт. А вот здесь есть кислену православию. И вот когда мы откроем здесь, и здесь что? Где о семье? О посте, о покаянии, об исповеди, о сне. Вот она, о семье. Вот она где. Вот где. 235-е, 258-е. Сколько страниц? Быстро. 53. Вот. Нет, вот где образец. Как жена, как дети. Что нужно? Вот она. Все абсолютно священно. Тертулиан, что об этом говорит? Святой Климент, Авва Исаия, Златоуст. Это в моей книге, в которой я 40 лет собирал материал к истинному православию. Тут все абсолютно. 40 лет я работал над одной книгой. 40 лет. Вы вдумайтесь в это. А те, которые отрицают что-то, пусть они выставят что-то лучше там. Ничего не найти. А вы считаете, по воспитанию можно что-то лучше? Не сомневаюсь. Вот, допустим, 11 сентября Наталья, 26 августа Архилая, вот, 1 Коринфян глава, Василий Великий, 96-е правило, Ганг, Трестобор, 13-е, Василий Великого, 7-е, 62-е правило. Заметьте, сколько, и все из Библии, исход. Ну, то есть, все абсолютно по слову Божию. Ну, тут обрадобритие. Вот я это опять выключаю. И что дальше? Пятое. Девочки изначально рождаются с женщиной, со всеми качествами, нужными для жизни. Сколько, маленькие девочки играют в семью, с куклами-малышами, изначально знают, что они будут мамой. И ее задача не упасть, то есть, сохранить эту планку. А мальчики рождаются никем, и от них зависит, станут ли они мужчинами или нет. Мужчина растет, преодолевая трудности, стресс помогает. А женщину стресс заставляет деградировать. Она начинает болеть и огрубевать. глупости всякие. Мы перед Богом. Совершенно не христианское. Человек, маленький или большой, девочка у нас же маленький, у груди матери, должна быть уже в платочке. Вот где надо приучать ее. Но образец воспитания детей, вот, в христианстве, это смирение, труд вместе, где они как, учить целомудрию. То есть, вот в этих местах, которые я показал, там надо считать, просто видеть где-то. Ничего христианского здесь нет. Одна планка поднимает. Библия! Вот, смотри, дочь у тебя есть. Отец не должен показывать и веселого лица, Сираков говорит, что в доме она не обрюхатила, мужу не надоела, не отсвела в девстве, там причины какие говорятся. Это все обговорено. И куда-то лезьте по этим, прости Господи, зачем это нам нужно? Христианину туда идти, это срам один. На помойке, на чужой идти. Это вот то, что говорит неправильно, чужая блевотина. Вот как называется по святому пророку Исаию. Дальше. Все? Нет, нет, нет. Шестое. Никогда нельзя критиковать жену, потому что, когда ты ей будешь что-то либо доказывать логикой про себя в голове, она будет думать, что я не замужем, он меня не любит. Поэтому задача мужчины, как главы семьи, уступать женщине. Безумие полное. Подкаблучников готовят. Даже говорить нельзя. Слово мужа, это закон твердо. Вот жена не должна тут быть такая-то растерепаха, вот мусульманка одна выступает, он на работе был, неурядец, и с третьего ласка. Есть что послушать. Мусульманские шейхи, как учат. Нам не надо даже мусульманский смотреть, но я просто сравниваю где-то. У нас все сказано в православии. Дальше. Седьмое. У женщины должна быть высокая самооценка. Ой-ой-ой. Да ее дьявол возвысил, как боги будете оттуда. Это сатана говорит. У нее должно быть одно, она в послушании мужу. Муж глава, ей даже думать-то нечем. Учится в безмолвии. Иоанн Златович говорит, вышла замуж, превратись в камень. Только тогда сохранится семья. Молчаливая, где муж и жена, в самой твердой семье. И у бомжей еще. Давай. Только женщина с высокой самооценкой может быть счастлива. И она должна общаться с теми, кто эту самооценку поднимает. Ага, поднимает, дьявол поднимает. У нее одна должна быть самооценка. Я тело. Муж глава. Он сказал для меня закон. Вот и все. Советоваться она может. Но муж сказал ехать. Собралась. Говорит, там манатки свои, платочки свои собрала. Все, поехала. Мужа нигде не обсуждать. Ни одного слова против не говорить. Она среди детей должна поднимать авторитет мужа. Чтоб дети были, не за юбку держались. Муж это глава. Голова. А мужу глава Христос. Христу глава Бог. Все с этим сравнивать. Даже близко ничего нет. Он ничего не знает. Колдун. Дальше. А со всеми теми, кто делает иначе, не общаться. О, вот и не общайтесь с ними. А то он уже от других. Что он говорит эту билиберду, и нужно уже другими не общаться. Отойдите от него. Вычистите все. Зачистите это под наждак и промойте. Женщина с высокой самооценкой встречает мужчину с высоким уровнем ответственности. И наоборот, с низкой самооценкой встречается в основном разъединяясь с низким уровнем ответственности. уровнем ответственности. Как система вещей. Система вещей, так, свидетели, так, лжесвидетели от Егова. Какая система вещей? Уровень, ну подойди, какой у него уровень-то? Послушание, не послушание, тут проверить можно. Можно на посоветовать. Есть пословица такая, ночная кукушка перекакует дневную. Не ревновать никогда. Не завидовать. Не говорить про него нигде ничего нет. в полном послушании. Муж сказал, слушает. И все. Приступило к делу. Все? Еще восьмой, последний пункт. Еще? Давай. Задача мужа стать психотерапевтом жены и слушать ее, когда она выговаривается. Ой-ой-ой. Открываясь, сердце тем самым избавляясь от негатива. Потому что женщина не может никуда этот негатив девать. То есть, это чистый дьявол учит так. Жена даучится в безмолвии, чтобы... Вот все вот. У мусульман есть такое, что в присутствии свекра или... Да, да. Она не должна говорить. Это Арасул Гамзатов описывает. Я некоторые не знают. Еще расскажу так. Ну и... У них обычно есть такое. Она может говорить, если собрать всех аксакалов в селении, и они согласятся попросить ее, чтобы она разговаривала при свекре своем. Ну и вот однажды в одной семье он привел, она такая хорошая женщина и... Ну с ним, с мужем-то она разговаривает, где свекра-то нету-то. И он думает, умерла жена, она так похожа, наверное, голос у нее как ангельский, как у моей жены. И вот думает так. А у отца два бычка пасутся. И он сыну говорит, сынок, что-то я за ним мог, ты бычка заколи, созови всех в деревне так с аксакалов. Я хочу проститься с ними. И собрались, а там они выпили, наверное. Ну и там кто-то Мадай, или как называют, это не на свадьбу было. И говорит, любезно, скажи, а ради чего вы собрались-то? Бычка твоего съели-то. Он рассказал, а ты, говорит, я хочу попросить сноха, зайди сюда. Она встала, ну как у них положено, одета в платочке, все, ну красота. Чтобы она при мне разговаривала с завтрашнего дня. О-о-о. Значит, что-то наши отцы недоработали. Здесь старший говорит, ну, дочь моя, значит, мы все просим. Просите? Да, 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 просим, просим. Ну вот он лег спать, да, полночи не спал, все думал, как он первый раз услышит ее, жену все вспоминает, с которой рано расстались. Утром встал, ее нету, она уже корову дует. Он подошел, доброе утро, доченька. Она обернулась, доброе утро, дрыхнешь-лежишь каждый раз, нужны тебе нет, корова хвостом бьет, подержи хоть за хвост. Джигиту держать корову за хвост. Ну он взял, постоял, посмотрел, ой-ой-ой. Заходят в избу, он опять на тахту лег, ему так неудобно. что опять разлегся-то? Ну внуки твои или нет? Ты посмотри, где ходят. Я с ног сбилась, если ничего. Ну хоть маленько-то, выйди, позанимайся. Ой-ой-ой. Сын пришел, он говорит, сынок, ты заколи бычка второго, созови всех оксакалов. Собрались оксакалы, съели бычка, опять спрашивает, а ради чего? Я попрошу вас, любезная моя, скажите, чтобы при мне моя сноха больше не разговаривала никогда. О-о-о. Старший говорит, значит, отцы наши предусмотрели, чтобы понять, что они правильно сделали, нужно было двух бычков съесть. Так что она должна молчать. Это хороший закон. Я не знаю, где-то там у аварсов, аварсы такие были. Все это прочитали. Оцените это, дайте свой ответ, ведь стоят, ведь строят счастливые семьи, основываясь на этом опыте. А в православии таких мыслей даже нет, хотя они очень помогли бы. Никак. Вот то есть я объяснил. Ни под каким видом. Никак. Не касается. Вот у нас открытый мой мир, посмотрите. Просто зарядите, Игнатий Лапкин в моем мире. Я один там. Там другой есть с голубем, ну, с голубем это, вот такой с голубем, это другой лист, модераторы его держат. А мой вот такой, вот я в шапке. И здесь у нас сколько фотографий? Фото 18 380. Видео сколько? 2137 видео. Это наши все, наши фотографии наши. И вот что у нас здесь есть? Заходите сюда. Так. А это наш, что это? Православный видеоканал. Открытый моком. Вот на нем все выставляется, что сейчас записываем. Сколько у нас тут? Около больше 4 тысяч роликов. Сколько посещений, просмотров? Просмотров 1 миллион 769 709. Сколько подписчиков? 2 тысячи 645. Ну, видите, что-то маленькое есть. Где-то... Ну, нам так... Вот, пока говорили, кто-то зашел по скайпу. Кто это? Отец Павел Павел Паваляев, Илес. Что он пишет? Доброго часа. Друзья, хочу предложить вам подработку к Новому году. Возможность быстро заработать должна быть у каждого. Сколько сделал, за столько получил. Оплата быстрая. И в тот же день, когда выполняешь задание. Очень гибкий график. Вложения, приглашения не нужны. Но не частые рассылки поощряются отдельно. Работа связана с текстами. Ну, ладно, понятно, что. Он говорит, за что купил, то и продаю. То есть, заботится от нас. Отец Павел Паваляев. Он как-то часто без работы там остается. Я не знаю, с чем это связано. Ну, вот посмотрели, вот на это есть. Так, сколько у нас? Уже, наверное, час. Ну, все на этом. Я еще раз покажу наш форум. На него заходите, регистрируйтесь в самом начале и выступайте, задавайте сюда вопросы. Мы не пропускаем еще хотя бы несколько стихов. Прочитай из этого. Из прошлого. Филя Филин. С вами Бог или Бог с вами. Доброе дело. Как я могу просто верующий вам помочь? Молитвою? Не обессудьте. Насколько могу, помогу с Богом. Ответ. Только молитвой по подготовке на следующее благовестие. Ирина Менделеева. Большое вам спасибо за ваш рассказ о миссионерских поездках. Мне очень интересно читать. Вы с далеким людям несете свет Божьей истины. Я буду очень благодарна, если вы будете присылать описание ваших поездок. Благослови вас Бог. Ну вот пока остановимся на этом. Татьяна. Там говорили о Чаплине, о Кураеве. Вы видите на меня? Вы видите? Я буду рад. Я не мог это установить. И мы побеседуем. А я вроде спрятался. Что бы я прятался? Я наоборот ищу контакта. У меня есть сектанты тут, баптисты, и кого только где нету. Ну и слава Богу. На этом, наверное, все. Тут я просмотрел уже, да? Ну, показал, где наш этот есть. Вот это. Вот это. Продолжение следует...